11 тонн свинины, расфасованные в коробке без маркировки на русском языке. Нерегальное китайское мясо сотрудники Росельхознадзора обнаружили в Иссурийске. Происхождение, дата изготовления и срок годности – это загадка. Документы на товар никто предоставить не смог. Отсутствие маркировки изготовителя, где также обязательно указывается дата производства и окончание срок годности мяса, также может говорить, что эта продукция уже могла быть просрочена и поступить в продажу, уже представляя опасность для здоровья потребителя. Специалисты предположили, что свинина китайского производства попала в Россию через госграницу контрабандным путем. Тем более, что свинину в такой же упаковке сотрудники Росельхознадзора уже изымали в 2014 году у частного продавца и в китайских кафе, еще до начала официальных поставок мяса из Китая. Проверки проводятся как органами полиции, так и Россельхознадзора. В настоящее время управлением Россельхознадзора возбуждено административное производство по данному факту. Сейчас 11 тонн контрабандного китайского мяса изъяты и помещены на хранение. Россельхознадзор ищет владельца товара. Евгений Апарин, Андрей Макаров. Новости на восьмом.